В Самаре состоялся выездной штаб по подготовке города к отопительному сезону. Проверено несколько районов. К 15 сентября планируют завершить все работы. Наша съемочная группа оценила подготовку. На ремонт теплотрассы в этом году потратили 780 миллионов, что вдвое больше затрат прошлого года. Особое внимание уделено участку на улице Старозагора Ташкентская. Его протяженность более 1200 метров. Закончить работу должны к 15 сентября. Участок большой, трубы здесь были сильно изношены. Поэтому на его восстановление ушла львиная доля финансовых затрат. Завтра мы там делаем переврезки, отключаем горячую воду у жителей для того, чтобы уже собирать постоянную схему по подготовке к зиме именно этого самого большого объекта, который у нас был в этом году. Он практически у нас 70% всех финансовых средств ушли именно туда. Выездной штаб проверил 11 объектов. Подрядчики завершают работы на теплотрассах на улицах физкультурной Свободы. Так на свободе трасса собрана. Проведена засыпка песком и проливка. Далее продолжится восстановление благоустройства. Еще один важный объект на Комсомольской площади. Большой участок в 246 метров. Сложности работе добавлял интенсивный трафик около ЖД вокзала. Рабочие трудились и днем, и ночью. Сейчас его готовность составляет 80%. Выполнены работы на большей протяженности сети. Часть трассы, проходящей по дороге, уже даже заасфальтировали, чтобы не мешать движению транспорта. 200 метров теплотрассы заменено, осталось проложить 40 метров труб. После этого на площадке восстановят асфальт и плиточное покрытие. Самая главная сложность была – это переход через улицу Спортивная. Здесь очень большой трафик движения. Естественно, это остановка этого трафика. И под дорогой проходят еще трубы водоканала. Это нужно было в течение трех дней успеть, во-первых, откопать, вытащить, демонтировать старую трубу, монтировать новый канал, положить новую трубу и закопать это все. Работали круглосуточно. Всего в Самаре по плану переложить трубы на 15 участках. Четыре из них готовы полностью на улицах Победы, Садово, Некрасовское и Волгина. Восемь объектов обещают доделать к 10 сентября, а к 15-му еще три – на Физкультурной, Старозагоро-Ташкентской и перекрестке Теннисная-Каховская. С середины сентября начнутся комплексные проверки готовности объектов городского хозяйства к грядущим холодам. Валерия Куценко, Василий Калдашов, События.